Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 16 октября. С вами Наталья Козина. Здравствуйте. Школа, туризм, театр кукол. Вот темы этой передачи. Сначала о школе. Национальный проект образования – один из самых успешно реализуемых. Старт ему был дан еще в прошлом году. И сразу же областное министерство образования приступило к его выполнению. Регулярно проводятся и тематические недели, посвященные этому национальному проекту. Одна из таких недель только-только завершилась. Подробностями поделится мой коллега Алексей Сорокин. В этот раз неделя национального проекта была насыщена событиями. Не стала преградой и обострившаяся эпидемиологическая ситуация. Педагоги и руководители образовательных организаций принимали участие в круглых столах, совещаниях, дискуссионных площадках. Все ради того, чтобы выполнить основную задачу нацпроекта – вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Об итогах тематической недели нам расскажет заместитель министра просвещения и воспитания области Ирина Киселева. Ульяновская область принимает участие в семи региональных проектах из десяти. И самыми значимыми целевыми показателями проекта этого года будут такие мероприятия, как строительство общеобразовательной организации на 300 мест в Теренгульском районе, приобретение, оснащение оборудованием новой школы в Заволжском районе, в микрорайоне Центральной, создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профиля точек роста. Они у нас уже созданы к имеющимся уже в 2019 году 29 точкам роста. Кроме того, мы обновили материально-техническую базу в двух организациях, которые осуществляют деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, там, где у нас обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Закуплено новое оборудование современное, которое будет позволять развивать двигательные, речевые функции, слух, зрение и так далее. Кроме того, активно ведется у нас сейчас работа по приведению в соответствие и создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Создание модели цифровой образовательной среды в 101-й общеобразовательной школе. Там будет закуплено современное компьютерное оборудование. Оно сейчас уже поставляется в рамках НАТО проекта. И также большое внимание в этом году уделяется модернизации профессионального образования. И здесь хотелось бы выделить два наших техникума. Учреждение среднего профобразования – это Кузоватовский технологический техникум, который выиграл грант на создание мастерских по пяти современным компетенциям. И, кроме того, Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна. То же самое выигран грант по пяти компетенциям. В настоящее время уже проведены ремонтные работы, устанавливается оборудование. И вот до конца октября все у нас должно быть уже поставлено на место для того, чтобы это оборудование могло быть использовано. Ну и, кроме того, 1 сентября у нас открылся Дом научной коллаборации. Это центр дополнительного образования на базе Ульяновского государственного университета. И 10 числа состоялось открытие Центра цифрового образования детей IT-куб на базе Ульяновского государственного технического университета. Это как раз те точки активности, которые дополнительно будут использоваться детьми в рамках дополнительного образования. И это позволит, в первую очередь, обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенции в области цифрового образования, прежде всего, среди детей. Стать эффективным механизмом ранней профориентации для выбора будущей профессии. И строение, наверное, траектории собственного развития, которое обеспечит доступность нового дополнительного образования. Это вот основные мероприятия нацпроекта в этом году. То, что касается мероприятия недели нацпроекта, нужно отметить, что в рамках недели у нас прошли крупные мероприятия с участием губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Это и со второго числа у нас начался так называемый праздничный марафон, где участвовались, в первую очередь, это учителя в рамках празднования Дня Учителя. Это работники профессионально-технического образования. И здесь же состоялась встреча с победителями национального чемпионата «Молодые профессионалы». В торжественной обстановке были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки. И, конечно же, 20 педагогов и 6 студентов получили вот эти награды и медали, и сертификаты. 6 октября в рамках Дня Учителя губернатор вручал педагогам Ульяновской области ведомственные и региональные награды. Всего было отмечено 45 педагогов, 26 из которых педагогические работники сферы образования. Ну, кроме того, участвовали еще и работники сферы культуры. Ну, наверное, с таким же ярким мероприятием это заседание Ассоциации явилось педагогов дополнительного образования, на котором честовались победители регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Арктур», где также были вручены сертификаты региональным общественным экспертам дополнительного образования. И активно очень востребована была педагогическая мастерская трансформации деятельности педагога в условиях внедрения новых форматов дополнительного образования. Эта тема сейчас активно у нас заходит в регион, она востребована, потому что востребовано дополнительное образование. Кроме такой обычной формы, в которой предоставляется дополнительное образование, мы еще и работаем в направлении предоставления услуг дополнительного образования в дистанционной форме. Это очень важно в связи с сложившейся нынешней обстановкой и в период каникул. В настоящее время, когда запрещены массовые мероприятия, мы используем технологию формата дистанционного обучения детей в рамках дополнительного образования. Но также можно отметить, что на прошлой неделе у нас побывали коллеги из дирекции школы 2025. Это Москва, которая курирует как раз нацпроект. И коллегами были посещены строительные объекты в рамках строек общеобразовательных учреждений. Это вот как раз наша стройка в Стеренгульском районе, дошкольных образовательных организаций. Это Барышский район уже построенный, детский сад. И в ближайшее время мы ожидаем открытие детского сада в Сельящее Шкале и Николаевского района. Кроме того, на эту неделю как раз вот много мероприятий было по теме образования. И 8 октября в Мельянской области отмечался День школьника. В этот день в регионе нас отмечают этот праздник практически 129 тысяч ребят. День школьника, несмотря на то, что дети встретили на каникулах, но для них были организованы различные мероприятия в онлайн-режиме. Интересные были находки по формату участия ребят и соревновательного характера. То есть здесь и в конкурсных мероприятиях можно было участвовать, в олимпиадах различных и так далее. Это все, что касается проведения Дня школьника. Ну и кроме того, также у нас на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялось большое совещание директоров областных профессиональных образовательных организаций, посвященных 80-летию системы профессионального технического образования и 180-летию профессионального образования Ульяновской области, где были рассмотрены вопросы дальнейшего развития системы профессионального образования, трансформации структуры, содержания и так далее. Ну и в субботу, 10-го числа у нас состоялось открытие IT-куба Центра цифрового образования, где также принимал участие губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Самое главное, что, конечно же, в тех точках роста, которые у нас открылись, 42 точки роста, с 6 по 11 октября у нас, конечно же, прошли Дни открытых дверей. То есть те точки активности, где дети могут заниматься, мы стараемся показать для самих детей, для родителей, для педагогов, тем, чтобы понять, что у нас проект действительно зашел на территорию Ульяновской области. Кроме того, он не просто зашел, он активно реализуется. И результатом его становятся вот как раз те точки, мы их называем точки роста, центра активности, где дети могут получить на современном оборудовании новые знания, новые свои компетенции и работать над проектами совместно с преподавателями самостоятельно, так, чтобы потом участвовать в различных конкурсах, соревнованиях, что дает ребятам, конечно же, преимущество для того, чтобы пополнить личное портфолио. Вы слушали интервью заместителя министра просвещения и воспитания Ульяновской области Ирины Киселевой. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Мы продолжаем школьную тему. Произнося новые названия бывшего Министерства образования, которое теперь стало Министерством просвещения и воспитания, мы, честно говоря, не нарадуемся. Наконец-то школа вернула себе заслуженные традиции, о которых мы настойчиво твердили последние, как минимум, 25 лет. Она стала предоставлять не только образовательные услуги. В этой ситуации, нам важно подчеркнуть, она снова стала воспитывать. Помните, как на заре демократических реформ все те, кто получил образование и среднее, и высшее в советское время, просто впали в ступор, когда узнали, что в современной школе дети уже не убираются в классах, не ухаживают за пришкольным участком, не собирают макулатуру и металлолом, что трудовое воспитание сведено к нулю. Да что там труд? Само понятие воспитания было аннулировано. Устроители школьной реформы тогда говорили, пусть воспитывает семья. Отныне школа предоставляла только образовательные услуги и не более того. Но там, где педагогические коллективы были сильные, эти общие негативные тенденции игнорировали и продолжали работать так, как это у нас всегда было заведено. И учили, и воспитывали. Поскольку настоящие педагоги уже привыкли, что детей надо воспитывать. И вот, наконец-то, справедливость восторжествовала. Школе и учителям вернули воспитательную функцию. Это же очевидно, что плохому они не научат. Только так. Школа плюс семья. Вот тогда общими усилиями можно воспитать достойного человека. О традициях воспитательной работы, которые усилиями истинных педагогов сохранились, сейчас расскажет Валентина Лапшова, директор Акшуатской сельской школы. В нашей школе накоплен очень большой материал по воспитательной работе. Еще с 90-х годов наша школа была участницей РИПа. РИПа – это что? Это передовые школы, которые занимаются экспериментальной работой в области. Мы участвовали в этой РИПской программе с самых-самых первых истоков. Школа выбирает тему сама. Кто-то берет образовательное, кто-то воспитательное направление. Наша школа как раз брала всегда воспитательную работу. Когда я стала директором, я целью поставила удержать вот тот наработанный материал, который был в нашей школе, но, соответственно, идти в ногу с временем. Нам очень повезло, что нас включили в то количество школ, которые работали над опробированием программы воспитания. И у нашей школы была выделена, что у нас есть изюминки, с которыми мы можем поделиться с другими. Во-первых, что действительно нас от других отличает школ, это ключевые дела общешкольные. Школа небольшая, и ребята в этих делах участвуют начиная с первого по одиннадцатый класс. Дел таких мы проводили очень много, потому что у нас есть традиции. Большинство традиций, они у нас основаны на русских народных праздниках. Мы союз организуем не только между детьми и педагогами, родителями, но и притягиваем сюда общественность в села. У нас в школе была создана такая организация, которую мы назвали «Кедр». Со основу взяты народные традиции. Это Герасим Грачевник у нас проходит ежегодно. У нас проходит День первого гриба. У нас проходит ежегодно осенью День каши. Это вот то, что мы стараемся удержать, и то, что является традицией. Теперь у нас появляются новые направления воспитания. Оно больше связано с патриотической деятельностью. Например, каждый год мы проводим День героя. В рамках этого проекта, Дня героя, у нас было открытие парты героя. У нас вообще выпускников четыре героя. Два героя Советского Союза и два героя России. Один из них проживает в городе Жуковском. Он был летчиком-испытателем. И вот мы решили, что парту мы откроем в честь него. И это было действительно очень большое мероприятие. Мероприятие было школьное, но оно перенесло в сельское, потому что очень многие жители села пришли к нам в школу. И мы встречали героя, который был сам. Было очень много родственников. Мы на этом постарались не остановиться. Дальше у нас проходили мероприятия, посвященные также другим героям. Проводили шефы, это школьный фестиваль искусств. Ребята писали свои проекты. То есть у каждого класса было задание. Они что-то готовили о каком-то герое, готовили какой-то проект. И вот на этом школьном фестивале искусств была защита этих проектов. Начиная с начальной школы, кончая 11 классом. Конечно, выступления были разные, но мы с удовольствием и старшеклассники даже слушали, как выступает младший класс. Но цель была не только вот просто выступить, а главное даже, может быть, и не узнать биографию этих героев, почему они стали героями, как они себя ведут в жизни, как они когда-то нас учились в школе. Ведь самое главное в воспитании, это не навязчиво приводить детей к тому, как себя вести, какие ценности иметь в своей жизни. И слушая о других людях, которые действительно стали известными людьми, невольно, начиная от первоклассника до одиннадцатклассника, у ребят складывается образец своего поведения. Ведя такую деятельность, мы в этом году занялись еще и поисковой деятельностью. И поэтому мы раскопали неизвестные нам события раньше. Но теперь, что мы заинтересовали и свой педагогический коллектив, и ребят, и их родители, и просто жители села, мы пошли по следам 45-й легендарной гвардейской дивизии, которая принимала участие в освобождении Сталинграда. Что значит 45-я дивизия? И какое-то маленькое село Акшуат, которое находится в Барышевском районе Ульяновской области. Оказалось, что 10-й полк 45-й гвардейской дивизии формировался именно у нас в селе. Об этом столько лет прошло после войны, никогда никто не говорил. И вот ребята в результате своей поисковой деятельности нашли таких людей, которые являются детьми. Вот тех людей, которые участвовали в вот этой битве, узнали столько о своих земляках, ни из книг, ни из телевидения, а вот из уст тех земляков, которые просто проживают с нами рядом. Разве вот такие примеры, они не являются примером воспитания? Вот именно благодаря тому, что не навязчиво ребята узнают о тех людях, которые себя проявили во время Великой Отечественной войны. И я сама, и дети многие, и наши педагоги задают себе такой вопрос. А мы смогли бы вот так, как они выстоять в такой вот огненной мясорубке? И мы горды, что вот именно отсюда, от нас, нашей земли, с Акшуатской, здесь сформировался вот этот 10-й полк, и как они стойко себя повели вот в этой битве. Разве это не пример для наших детей сейчас? Я, например, считаю, что сколько бы мы не воспитывали ребят и не говорили им, как правильно себя вести, мы никогда не воспитаем. Воспитывать нужно примером. Воспитывать нужно своим примером родителям. Это в первую очередь. Своим примером должны воспитывать педагоги. И также вот такими образцами, которые приходят к нам из далекого, и которые сейчас с нами здесь проживают, рядом, пососедствуют. Участвовать вот в этих мероприятиях ребята, может быть, не придали такого большого значения, но пройдут годы, и обязательно вот эта работа даст свой результат. Наш педагогический коллектив, мы считаем, что нужно как можно вот таких больше коллективно-творческих дел проводить. Это поможет сплотить детское самоуправление, сплотить детский коллектив, научить ребенка вести себя правильно. Воспитание – это даже важнее, чем образование, потому что воспитанный человек – это очень важно. Если человек приучен к культур поведения, к уважениям старших, родственников, родителей, он сумеет даже самостоятельно получить образование, какие-то знания. Мы всегда в нашей школе считали, что все-таки на первом месте надо поставить воспитание. Сегодня в нашем вечернем эфире мы будем говорить о традициях воспитательной работы, которые усилиями истинных педагогов сохранились. Сохранились и приумножились. И кроме Валентины Лапшовой, директора Акшуатской сельской школы, вы также услышите Альбину Нурулову из Ульяновской 33-й гимназии и директора 44-й гимназии Лидию Жуковскую-Латышеву. Начало в 19.20. Не пропустите. Погода за окном радует, бабье лето удалось на славу. Мы и мечтать не могли, что до середины октября будет так тепло и солнечно. Ну, надо же, ни одного дождя. А когда тепло и солнце греет, хочется путешествовать, устраивать пешие прогулки, бродить по лесу, отправляться в туристические поездки. И длительные, и короткие, в пределах одного-двух выходных дней. Сегодня вместе с Екатериной Броницыной, заместителем директора агентства по туризму Ульяновской области, мы подведем итоги туристического сезона. Многие туроператоры стали рассматривать всерьез объекты туризма в России в целом, ну и, конечно, в Ульяновске в частности. И даже те, кто раньше были ориентированы на внешний рынок, стали сейчас смотреть именно на зоны отдыха в России. Для этого Ульяновская область просто кладезь. У нас огромное количество и курортных мест, и прекрасная природа, и очень богатое историческое наследие. И это дает возможность развивать все области туризма. Перечислите яркие события туристического сезона. Опорным видом туризма в нашем регионе является деловой туризм. Он занимает 45% от всего объема в туриндустрии нашего региона. Ну и, конечно, самым важным и знаковым значением для нас было подписание инвестиционного соглашения с Redison Hotel Group. Он начал работать уже в 2020 году, в середине этого года, и дальнейшее развитие этого объекта будет в виде строительства огромного конгресс-центра. Это более 7 тысяч квадратных метров. Он будет такой опорной деловой площадкой нашего города, где будут проходить самые знаковые события. Также планируется на первом ярусе международный, пока не знаем какой бренд, ресторан. И я думаю, что это самое яркое и значимое событие, потому что, несмотря на то, что достаточно сложный период, мы продолжаем активную инвестиционную деятельность и привлекаем инвестиции в наш регион. И Ульяновская область заняла первое место по объему инвестиций среди всех регионов России в этом году. А кто помогает туристам выбирать маршруты для путешествий? Я думаю, что сейчас людям очень важно, чтобы они могли рекреационный туризм сочетать с каким-то историческим, с какими-то впечатлениями, с экскурсиями. То, чтобы людям можно было и на пляже полежать, и посмотреть что-то интересное, и развлечься. Потому что средний возраст экономически активного туриста – это все-таки люди, которые полны сил, и, наверное, только санитарно-курортное речение будет им скучно. И вот для этого как раз мы и подходим, потому что у нас огромное количество музеев. Очень интересный геопарк сейчас развивается. Ундория, который претендует сейчас на то, чтобы войти в ЮНЕСКО. И мы сейчас работаем как раз над этим проектом. Это действительно интересный, активный отдых. Именно Ульяновск может предложить это благодаря тому, что у нас огромное побережье. Побережье очень интересное. Много турбаз, много кемпингов, глэмпингов. Они предоставляют сейчас практически европейский уровень сервиса. Это самое важное для нашего туриста, потому что все-таки он привык к определенному уровню. И мы поддерживаем этот уровень на высоте. Можем поспорить и с Турцией, и с Египтом. В сентябре прошел форум для туриндустрии. Каковы результаты? Международный туристический форум «Выставка-отдых» 2020. Она проходит уже 26-й год подряд. И мы приняли участие в этой выставке не случайно, потому что это все-таки форум. Это деловая программа, насыщенная встречами, межрегиональными взаимодействиями и сотрудничеством. Конечно, мы приехали не с пустыми руками туда. Мы работали бок о бок на нашем стенде с нашими представителями бизнеса из туриндустрии. Были представлены и гостиницы, и наши турбазы, санатории. Был аквапарк, гостиничный бизнес и, конечно, сувенирная продукция. Бизнес активно сейчас взаимодействует с агентством по туризму. И это была и деловая программа, на которой как раз удалось завязать нужные нам взаимодействия с другими регионами, были представители туристических агентств, туроператоров из соседних регионов. И я думаю, что после этой выставки родятся много межрегиональных интересных проектов, которые привлекут еще дополнительный поток туристов в наш город. Уточните, о каких межрегиональных проектах идет речь? Хочу сказать, что нам удалось провести переговоры и пригласить к нам в регион очень известный телевизионный туристический проект одного из ведущих каналов. Не буду говорить, как он называется. Когда все получится, будет сюрприз. А что может предложить Ульяновск для участия в межрегиональных проектах? Ну, например, Волжский путь. Это уникальный проект, и он развивается активно. И я думаю, что он скоро составит достойную конкуренцию в Золотом кольцу. В конце сентября мы отметили Международный день туризма. А что в этот день происходило в Ульяновске? Конечно, это много мероприятий, ориентированных на экскурсионную деятельность, на познавательную, на развлекательную деятельность. Конечно, это очень важная возможность и для школьников, которые долгое время провели дома, все-таки потрогать руками, посмотреть на реликвии своего региона. Впереди три последних дня школьных каникул. Куда можно съездить с детьми? Например, мне очень нравится наш заповедник Сингелеевские горы. Это действительно уникальное место. Я бы вам рекомендовала туда съездить и, возможно, даже забронировать джиппинг-тур. А есть у нас предприниматели, которые этим занимаются. Также очень интересная программа, направленная на палеонтологические исследования. И думаю, деткам будет очень интересно увидеть и динозавров, и другие реликвии, которые есть в палеонтологическом музее. В сторону Ундер нужно будет съездить. В общем, выбирайте. Я думаю, любой маршрут будет интересен. Лучшая специальность в сфере туризма какая? Это сотрудники, которые работают в объектах размещения, в музеях. И они представили очень достойно нашу Ульяновскую область на федеральном уровне. Выбираются со всей России сотрудники. И в номинации и лучший музейный сотрудник, и лучший сотрудник размещения, и лучший сотрудник сопровождения номерного фонда есть наши победители. Уже подведены итоги, названы лидеры туры индустрии этого сезона. Расскажите об этом. Деловое, конечно, общение мы не будем забывать, потому что туристическая индустрия – это сейчас очень развивающийся, быстро растущий бизнес, дающий работу 18,5 тысячам людей в нашем городе. И Сергей Иванович Морозов запланировал встречу с представителями бизнеса, которые работают в этой индустрии. И будет диалог, мы будем подводить итоги 2020 года и обсуждать наши планы развития на будущее. Вы слушали Екатерину Броницыну, заместителя директора агентства по туризму Ульяновской области. Путешествовать всегда интересно. У нас есть еще пара теплых дней. Надо непременно этим воспользоваться. Впереди выходные, кто-то отправится на прогулки, кто-то захочет посетить концертные и театральные залы. Мы же отправимся в Театр кукол. Вот действительно, давайте поиграем в куклы вместе с директором Александром Колтуном. В первую очередь, поскольку из-за пандемии мы давно не виделись, решили узнать, чем театр занимался во время прошедшей самоизоляции. В марте месяце, когда прозвучала проблема пандемии, это было как гром среди ясного неба. И где-то первые 3-5 дней, а может быть даже недели, мы не могли прийти в себя, потому что мы были по домам, нам нельзя было выходить на улицу и на работу, и так далее, и так далее. Но как-то справились с этим шоком и перешли работать в сеть интернет. Мы начали встречаться с нашим зрителем в сети, мы начали общаться, делали, можно назвать, подарками. Наши встречи в интернете были, на мой взгляд, достаточно интересными. Огромное количество просмотров в сети было на наших публикациях. Мы показывали спектакли в том числе, но прежде всего мы показывали нашу творческую, такую закулисную жизнь. Мы показывали, на что мы способны. Мы, я имею в виду актеров, что мы умеем не только держать куклу, но и просто общаться глаза в глаза. И я думаю, что это принесло весомую пользу в наше отношение со зрителем. В частности, могу сказать, что были организованы фестивали даже, есть такая большая программа в России, «Большие гастроли» называется. И мы приняли участие, и показ только одного спектакля привлек к нам 75 243 зрителя. То есть, если наш план заполняемости зала, обслуживания зрителей в течение года колеблется от цифры 75-80, то как годовой план, мы сделали за один спектакль. И подтвердили тем самым, что интерес к нам есть. А общение со зрителем, как же без этого? В Демитроградский филиал, они организовали такую программу, как «Сказка на ночь». То есть, родители имели возможность позвонить тому или иному актеру, который в оговоренное время звонил ребенку, и не в записи, а в онлайне, совершенно спокойно, читал ему сказку. Для любого актера общение через звук, это не совсем комфортная среда, потому что мы привыкли все-таки видеть глаза, слышать реакцию, чувствовать эмоцию в залах. Но, тем не менее, с этим справились, и это было интересно, и востребовано, что самое главное. Каким было открытие сезона? Открытие было не пафосным, не помпезным, но настолько радостным. Когда мы вышли на сцену, наши ребята, актеры, и увидели зал, по нынешним меркам, полный зал, аншлаг. Сегодня это 90 человек. Вы понимаете, что требования Роспотребнадзора, социальными дистанциями и прочим, у нас общий заполняемый зал 179 мест, и 90 человек, это вот тот аншлаг, который мы встречаем теперь на каждом спектакле. Вот четыре спектакля, мы показали, кстати, премьеру, подготовленную во время пандемии, «Золотая рыбка», и все четыре спектакля прошли с аншлагом. Кто соскучился по театру, больше актеры или зрители? Ну, мы не проводили социопросы, но, судя по глазам и аплодисментам, соскучились все. И больше всего, конечно, соскучились актеры. Чем порадуете маленьких зрителей в этом году? Ну, во-первых, я надеюсь, зрители ждут все-таки уже не прекращающие встречи с нашими актерами. За время пандемии, за время вот первой части сезона, мы подготовили уже четыре премьеры. Кроме того, мы подготовили премьеру в Демитровградском филиале. Это звериное название «Носорог и жирафы». Но у нас такая практика уже сложилась. Наш Демитровградский филиал работает как самостоятельная творческая единица, и поэтому они приезжают со своими спектаклями, со своими премьерами на нашу площадку, знакомят ульяновского зрителя со своими спектаклями. А мы, в свою очередь, выезжаем на площадку Демитровграда и делаем то же самое с Демитровградским зрителем. Я хочу еще раз остановиться на моменте для зрителей, которые стремятся попасть на наш спектакль. У нас действительно на сегодняшний день вместимость зала ограничена нормами, полтора метра и так далее. Обязательное ношение маски. В зале обязательно быть в маске? Роспотребнадзор не делает скидок зала-то или не зала. То есть общественное место вы должны быть в маске. Мы встречаем зрителей, зрителей, который вдруг забыл или что-то случилось там с маской. Мы его обеспечим средством защиты, и он будет чувствовать себя не менее комфортно, чем зритель, который подготовился и пришел в маску. А температуру на входе проверяете? Обязательно. Вот пришла семья. Вдруг у кого-то температура. Как быть? Здесь мы можем, что называется, договориться. Либо мы вернем деньги в связи с тем, что ребенок или взрослый не смогут посетить театр. Однозначно, мы не пустим человека с температурой в зол. Либо вернем билет, либо договоримся о встрече на другом спектакле или на этом же спектакле, но в другой день, когда человечек или человек будет уже в состоянии нормально присутствовать и не рисковать ни собой, ни своим соседям по залу. Какая именно нагрузка увеличилась для актеров? Актер, выходя на сцену, работает, невзирая на количество свободных или занятых мест в зале. Он отдает, как правило, ну, хороший, естественный актер. Наши актеры именно такие. они отдают себя зрителю, невзирая, опять же, на есть там полный зал, неполный зал. Конечно, приятнее работать с залом полным. Обидно немножко работать с залом неполным. Но, когда мы находимся в ситуации вот сегодняшней, думаю, обижаться не на что, надо встречаться и радоваться. У нас в конце сентября премьера спектакля «Медеи». Это спектакль, безусловно, для взрослых. Это современное, неосовремененное, а неосовременное прочтение величайшего произведения. И делает это признанный мастер театра кукол Александр Витальевич Янушкевич. Наши зрители уже знают два его спектакля. Это «Мюнхоузеншоу» и спектакль «Том Сойер», который он поставил. И оба этих спектакля вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». Это уже само по себе говорит о качестве этой работы. Здесь спектакль будет проходить в малом зале. Он будет настолько камерный, что каждый зритель попадет в эту атмосферу событий, которые представляются. Ну, это хороший, интересный, на мой взгляд, эксперимент. Но самое главное в этом эксперименте, что благодаря ситуации, которая сложилась в Беларуси, которая сложилась с пандемией и так далее, мы впервые ставим спектакль в режиме онлайн. А режиссер находится в Минске. Вот в прямом, что называется, эфире, встречается, общается, строит, но говорят, что получается. Я никогда не смотрю репетиции для того, чтобы просто и не мешать людям работать, ну, и не испортить себе предполагаемые впечатления. Такой вот опыт, может быть, он станет опытом и на будущее, мы сможем работать в таком формате. Такая попытка новизны, новации в нашем театре, мы ее вот сделали. И мы ждем, приглашаем зрителей. Хочу сказать сразу, что количество зрителей на спектакле будет ограничено от 25. То есть, если у нас зал на 50 мест малый, то мы можем принять только на спектакле 25 человек в масках со всеми средствами предосторожности. Гастроли планируете? Я вам уже говорил о программе «Большие гастроли». Мы как бы выехали с гастролями со своим спектаклем во всю Россию сразу. Опыт очень приятный, очень успешный, хороший. У нас уже есть официальное приглашение принять участие в большом фестивале детских театров, который проводится в Москве под руководством Сергея Безрукова. Это статусный фестиваль, более чем статусный. Он прежде всего для театров, которые приняли участие в национальном проекте «Культура», в части «Культура Малой Родины», ну и так далее. Уже начиная с 17-го года театр получает фантастическую поддержку от этого проекта. Мы имеем возможность, во-первых, осносить свою материально-техническую базу. Мы приобрели уже два автобуса, новых, современных, комфортных. Мы получили оборудование, о котором до 17-го года мечтать было даже невозможно. И этот проект продолжается. Он уже есть перспективы на 21-й, на 23-й, даже на 23-й год. В рамках этой программы уже мы отремонтировали историческую часть нашего здания. Буквально вот с 14-го числа мы приступаем к ремонту основного, так скажем, новодела, новостроя, который был предстроен, сделан в 2000-м году. Вот у нас будет маленькая заминка в октябре и до середины ноября встреча со зрителем, потому что будет ремонтироваться в том числе и зрительный зал, и фойе, будут меняться инженерные сети. Но мы постараемся построить отношения со строителем так, чтобы вот это вот расставание было минимально короткое, чтобы мы все-таки встретились, мы выполнили свое миссию, а зритель пришел, получил бы удовольствие. А вы слушали интервью с Александром Колтуном, директором Ульяновского театра «Кукол». Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!